В преддверии столетия образования комсомола в актовом зале района администрации при участии сторонников партии «Единая Россия» собрались удивительные люди, каждого из которых наградили памятной медалью. Уважаемые комсомольцы, разрешите мне от имени Андрея Робертовича Иванова вас всех поздравить с замечательной исторической датой – 100 лет со дня рождения комсомола. Я сама из комсомола была секретарем всех организаций, когда училась, секретарем райкома комсомола, но не на этой территории, а в Тамбовской области, поэтому я чувствую, чувство такое гордости, приполняет, вижу этот зал, когда зашли, видно, какая здесь энергетика, энергетика комсомола. Как отметили сами герои праздника, комсомол был абсолютно уникальным движением. Это юность, сотрудничество, нацеленность на результат и стремление сделать свою страну, свой город лучше. Поздравить бывших комсомольцев пришла Лариса Лазутина, депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия». Сто лет – это действительно настоящий юбилей. Я думаю, у каждого в памяти это связано с молодостью, с энергией, это связано со смелостью принятия тех или иных решений. И вы знаете, я думаю, что самое главное, что вот это самое лучшее, что у вас есть, передалось нашей молодежи. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи был образован в 1918 году. Молодежное движение просуществовало до начала 90-х. Комсомольцы трудились в отрядах, строили молодежный жилой комплекс «Байкало-Амурскую магистраль». Присутствующие гости отметили, что комсомол был прекрасной возможностью для молодых людей продвигаться вперед. Те, кто был членом в ЛКСМ, прошли надежную управленческую и организаторскую школу. Танцевальные номера, подготовленные специально в честь праздника, напомнили собравшимся о годах юности. Сегодня наработки в ЛКСМ активно используются Всероссийским детско-юношеским движением «Юнармия». Возрождаются стройотряды, развиваются волонтерские и добровольческие направления. Мила Тросевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».